По названию это «Тарам-парам», а по факту «Бировая премьера». В Самарском театре оперы и балета готовится удивить мир новой оперетты на музыку Шостаковича. Для самарской сцены это будет историческое событие, приуроченное к 110-летию композитора, который сочинял не только эпические полотна, но и работал в легком жанре. Сейчас завершается подготовка реквизита. Шляпа товарища Барабашкина из ткани серебряного цвета. Здесь же кепки, фуражки, шляпки, такие, как носили наши бабушки и дедушки, взятые из первоисточника. В журнала МОД того времени фотографии, кстати, причем фотографии именно из жизни. Ну и, конечно же, фотографии моих бабушек, дедушек, бабушек Шила. Поэтому огромное количество и головных уборов, и, собственно говоря, костюмов, и женских, и мужских, и детских. Спектакль с длинным, но легким музыкальным названием «Тарам-парам», «Нина-нина» или «Квартирные вопросы» их испортил. С первых тактов увертюры словно переносят зрителя послевоенные годы. Атмосферу создают и подлинные значки ГТО, и октябрецкие звезды, и ткани, и одежда артистов в стиле той эпохи. Всего за два месяца сшили 300 костюмов. Режиссер поставил задачу такой ностальгии по времени, по советскому времени, того времени. Ну, это, конечно, с долей иронии, понятное дело, потому что это все-таки комедия. В сюжете описывается время массового переезда москвичей из коммунальных квартир в новостройки. Много смешных и трогательных ситуаций. По замыслу режиссера Михаила Понджавидзе, это объединение разных музыкальных жанров, включающие как номера из единственной опереты Шостаковича, «Москва-Черемушки», торжественную увертюру, третью симфонию и фрагменты из балета «Барышня и хулиган». Это произведение не только певческое, оно безумно трудное, певческое, как выяснилось. И смотря на кажущуюся простоту советскости песен, выяснилось, что все это вокально достаточно сложные партии, которые нельзя спеть где-то еще, кроме как-либо в оперном театре, либо в театре опереты первого класса. Плюс к этому прописанная самим Шостаковичем хореография, заделаны хореографические картины, которые подразумевают реально классический балет. Музыка Шостаковича, либретто, писал Михаил Александрович, по мотивам, можно сказать, все-таки по мотивам. Работа, которая, этой работе предшествовала достаточно серьезная работа, нужно было связаться со всеми авторами, со всеми наследниками, и либретто, и Шостаковичами, написать, создать, продумать. По мнению артистов, замысел удался на все сто. А вот как оценят постановку зрители и музыкальные критики, станет известно совсем скоро. Премьера 26 и 27 ноября. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Продолжение следует...